Этот год у нас непростой, и поэтому практически все члены нашей организации находились в режиме самоизоляции. Я хочу вас всех поздравить, именно сегодня сняты последние ограничения 65 плюс на самоизоляцию. Помещение Ленинской общественной организации инвалидов едва смогло вместить всех желающих поговорить о насущных проблемах. Заместитель начальника управления пенсионного фонда по Ленинскому городскому округу Юлия Филатова рассказала о том, что теперь специалисты фонда принимают посетителей только по предварительной записи. Также она ответила на ряд вопросов. На следующий год мне 80 лет. Мне будут платить эти 5 тысяч? Военную где вы получаете? По силовому ведомству? Это в военкомате. Если вы там откажетесь, вы имеете право отказаться от той пенсии и перейти на пенсию по старости по линии пенсионного фонда. Не менее животрепещущей оказалась тема ЖКХ и услуг, которые оказывает МОЗ Облъирц. Многие недовольны тем, как организована работа Видновского офиса этой организации. Поэтому было принято решение в ближайшее время организовать встречу с руководителем данного подразделения. Подробно инвалидам рассказали о том, почему возникла необходимость в создании единого расчетного центра. Чтобы создать управляющую компанию, достаточно уставного капитала 10 тысяч. Вот у тебя есть 10 тысяч, ты создал управляющую компанию, ты начинаешь, возьмешь дом, будешь обслуживать, собирать жителей, деньги, а потом ты куда-нибудь исчезаешь, обанкротишься и все, и ваши деньги пропали. Здесь, в этом едином расчетном центре, деньги никуда не уйдут. Представитель Видновской районной клинической больницы рассказала, каким образом сейчас, во время ремонта взрослой поликлиники, можно пройти исследования и процедуры, сдать анализы. Главной проблемой инвалиды считают организацию получения рецептов на нужные лекарства. При приеме у доктора, ну, вам должны выписать рецепт, есть медсестра в этот момент или нет, доктор сам должен осуществить эту процедуру, вас не должны гонять. Значит, ну, если какая-то техническая проблема в плане того, что не работал, ну, возможно, не было связи, она не смогла выписать, или еще какая-то, можно обратиться в 317 кабинет, в льготное лекарственное обеспечение, в отдел. Вот, мы всегда помогаем и все это оперативно решаем. После общения со специалистами состоялась встреча правления общественной организации, где обсуждалась грядущая в ноябре нынешнего года отчетно-выборная конференция. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видны ТВ.